счастье посылаю вам счастье посылаю вам ловите посмотрите на эту красоту просились вот прям просились в дом вот очень красивый букет на мужской да вот посылаю вам сейчас выберем красивый ракурс вот так ну что мои хорошие показала в последние видео где делаю упражнения вы думаете я их делала без вас думайте я их делала без вас нет я также с вами вот этот вот это первый раз делала я посмотрела вы выпало в видео какое-то инструктор фитнес инструктор девочка что 2022 25 лет показывает какие-то упражнения и в том числе вот это упражнение показывает и я так так посмотрела думаю легко делает интересно я смогу так сделать думаю вряд ли она так легко делает ну понятно ну что и мало того что инструктор по фитнесу это человек который только этим и занимается и плюс ко всему возраст молодой думаю интересно я смогу это сделать и я сделала пошла на на полу смотрю получается думаю как же я с вами не поделюсь давай скорее записать чтобы вам показать сделала потом на следующий день думаю неприятно коленем на полу делать неприятно коленем думаю я попробую на кровати а как будет на кровати и если я в том в маленьком делала только вот вот приседания то здесь думаю ну ка я попробую вот эти вот боковые перед перекаты вот эти сделать она тоже их там показывала эта девочка то интересно получится у меня на кровать во первых я здесь у меня получилось во вторых на кровати гораздо удобней коленем вообще ни о чем как приятно и я сделала это уже записала и скорее вам записала как саму идею что на кровати удобней ничего не делал я тоже теперь мимоходом в день я думала что начну внутри три раза так и там по три раза вот сюда в бог опять три нет сделала по 10 вот я сегодня встала сделала сделала 10 смотрю могу 10 и так приседания делать на коленях и в боковые вот сюда по 10 раз могу сделать вот здесь 10 раз начала у меня две минуты не заняло две минуты не заняло утром учебушку минута с чем-то поэтому нет вставляю я тоже не делала это тоже с вами начинаю и просто в свою эту руки поднимать вот в это в свою эту зарядку вставлю еще утром ну что встал на кровати сделал и пошел все мимоходом это вообще незаметно перед тем как лечь в кровать ну сделай еще минуту сделать доложись так что вставить его вообще ни о чем но зато очень хорошо вот здесь натяг немножко не натягиваются потому что в принципе когда ты делаешь упражнения ануты она подтягивается но немножко прям как под собирается вот состояние ног между ног она прям такое холёсе под собранная вот это упражнение она прям просто и ножки вот здесь под соберет состояние будет такое хорошее для кого для себя естественно для себя вот так что вот вставляю его и показала вам чтобы вам как идея кто захочет кто можете вставлять тоже это упражнение ну посмотрю вот год буду делать там полгода посмотрю какой будет ну конечно будет результат что там говорить конечно будет результат но вижу по себе и нечего скрывать вернее не скроешь это я по видео своим вижу конечно и все началось с одного единственного упражнения это поднимать руки вверх вот просто тупо что-то тянутся поднимать вверх хочешь с палкой хочешь без палки как хочешь и вы посмотрите кто уже со мной сколько кто-то пишет роза на два года делай кто-то пишет роза на полгода делаю кто-то пишет три года делаю кто-то пишет делаю но не с такой но не каждый день как вспоминают но даже вот с такими перерывами кто делает не по все равно видит результат кто-то сегодня вчера читаю написал роза на у меня на спине брыли ушли вот это слово прям правда вот знаете вот лопатка под лопатка вот сюда руки вот такие вот бывают брыли прям действительно когда ты еще особенно если вес пройдет у тебя потеряешь вес так у тебя все провисает да так пишет роза на делают полгода делаю брыли прошли на спине абсолютно конечно спина еще раз говорю гладко ровно никому не надо это показывать никому это не надо демонстрировать но кому мы для кого мы делаем и только для себя потому что если тебе самому приятно вот в своих в своем теле тебе приятно это теперь делает настроение так что вот делайте кто хочет делайте конечно руки вот единственное что я делаю просто систематически это конечно большой вот акцент я как поднимала так и поднимаю руку руки утром час вечером час вот просто поднимаешь руки потрясающий вижу результат и по состоянию кожи и по состоянию тела и по состоянию своего лица и по состоянию настроения вот все заметили я показывала коврик всем не пишут роза на руки красивый роза на руки красивый я думаю это тоже от этого до руки да есть свои вот эти ну вот есть фигура она у меня всегда была но нет не так как сейчас возраст посмотрите какой возраст ну но молодости ну всех фигуры чуть-чуть лучше чуть-чуть хуже есть фигуры у меня всегда была фигура такая прям чтоб вы были формы всегда но так как сейчас очень тонко здесь это только дало упражнение руки вверх и я думаю конечно это повлияло и вот здесь на кожу это действительно и повлияло вот на эту я думаю когда руки держишь вверх и здесь подтягивается вот как работает это упражнение на все работает на все работает так что делаем делаем а остальные все наклоны и вот просто стоишь когда руки вверх и наклоны делаешь это мимохода если ты просто будешь делать стоять просто стоять что-то смотришь два шага сюда два шага вперед два шага назад два шага сюда ну что-то делаешь это все делаешь мимоходом но руки держать это руки держать вверх это основа это база этот стержень это все это тебе позвоночник кто-то мне написал роза на я была в молодости метр семьдесят четыре а потом стала метр шестьдесят девять роза на делаю упражнения тоже кто-то мне написал года два дела роза на я стала метр семьдесят четыре так я точно также вы знаете мама моя но она была как моя ростом а к старости вы сидите она мне по плечо стала она стала такая маленькая по плечу стала то есть вот представляете как как мы действительно мы вот вот это вот ты усыхаешь или что ты уже усадка вот это вот идет я у меня тоже самое я сама говорю вам удивилась я купила пальто через год два три надевая думаю ну как я могла такое короткое пальто купить ну как я в наших такие зимы и она зимняя пуховичок странно чё ты как-то как я могла такое короткое купить так какое короткое я вырос не выросла я вытянулась я действительно тоже вытянулась вот до той высоты где я метр шестьдесят семь вот сейчас метр я уже я не знаю я сейчас давно не 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 верила рост сейчас вот я два-три года я дизайн сколько назад я посмотрела померила я была метр шестьдесят семь ну так я такая была в молодости так что да даже вот типа порос это все при сети как внутри все делаем делаем конечно это упражнение все остальное что к нему добавлять это мимоходом и вот фитнес тренеры что показывают да очень хорошо замечательно ничего не могу сказать ничего не могу сказать я сама по себе никогда не занималась спортом я настолько не спортивный человек мой самый большой спорт это ходить вот я люблю ходить но бы машина есть где ты ходишь сейчас стало больше и больше оставляю машину не беру машину и пошло 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 потому что много находишься дома и ходить надо выхаживаю по 8 10 километров в день но это не специально я делаю а это я просто там где надо раньше я брала машину я сейчас просто иду туда пешком не беру машину вот так что это упражнение делаем все остальное так как что добавляем вот немножко с ногами вот эти приседания тут сделать какие-то там наклоны кто что свое добавляет это как-то так мимоходом а конечно руки делает это обязательно поднимать и вы обратите процесс в обратную сторону только только себе в плюс это и подтяжка кожи идет это и все внутренние органы поднимаются это и выравниваются все что-то у тебя перекошен и так далее теперь хотела вам сказать вот про эти юбочки в которых я в которых я делала эти упражнения это спортивная линия лакост это спортивная линия лакост для тенниса эти юбочки для тенниса внутри у них есть шортики вот они тут прям пришиты и эти шортики эти шортики хорошо плотненько на тебя вот так прям знаете приятно мягенько тебя облегают а сверху это плессированная юбочка и где бы ты ни шел и ты если ты наклонился нигде ничего не видно потому что это вот такие вот у меня их 2 в свое время я их взяла вот они и тела косточки и тут внутри есть шортики я в них хожу вот когда утром я иду на свою на свою прогулку я надеваю эти шорти вот эти юбки шортики и мы в их уходим на вот на утренний проход я вот вот в них хожу то в одной то в другой и хочу вам сказать я не одна такая куколка там хожу я не одна такая куколка хожу смотришь подъехала машинка хорошая выходит парочка а им лет по 80 она точно в такой же юбочки носочки хорошенькие кроссовочки такая кепочка тоже вышли он шортиках в кроссовочках вышли вдвоем то он ее поддерживает то она его то вместе идут то быстрым шагом то медленней что кто в каком состоянии потому что это место где на монтройл где мы гуляем на гора гора монтройл это место именно для для спорта потому что там нет а там нет асфальта чтоб ты выгуливался там именно ты по лесу ходишь чуть-чуть вверх поднимаешься на внизу есть такое озеро вокруг озера можно а так все идут это как спортом заниматься на любой на любое время на любой километраж там можно высоко-высоко-высоко маршрут подняться можно средний маршрут можно нижний маршрут и так далее можно просто здесь по плоскости как ты хочешь это в основном те кто занимается спортом просто ходьбой кто чем кто и велосипеды и ролики ну наверное народ ролики тоже кто-то на роликах на велосипеде кто на чем в общем занимаются спортом и многие и я вот смотрю выходит и ходят женщинки все одеты шортики аккуратненько никто не смотрит какие у тебя ноги какие у тебя что одну видеть вот эти пары или кто-то один кто-то парами ходит одно удовольствие на это все смотреть как вот люди начинают свое утро начинают свой день посвящают тебя тому что вот могут в конце концов додумались до того что подъехать утром потому не все могут я это я рядом живу я могу пешком идти и я не могу я иду пешком иногда машину беру чтобы быстрее а иногда пешком иду а кто-то откуда-то приезжает место там огромные паркинг и дави паркинг лоты 2 3 паркинг вот больших-больших паркинга подъезжаешь туда припарковался и пошел кто куда там конечно все создано для того чтобы люди могли и rest room есть такая комната огромный зал комната где ты руки можешь помыть где ты можешь кафетерия что-то покушать кофе взять ты можешь переодеться шкафчики такие стоят у тебя всегда может есть свой замочек ты приезжаешь туда ты что-то перед перебулся переоделся закрыл это все сделал эту прогулку спортивную пришел переоделся сел в машинку поехал куда тебе надо то есть все конечно там очень устроено очень удобно и все красиво ходят это не то что я хожу и там выделяю сильно нет 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 все приятненькие красивенькие но теперь хотела что еще вам что еще хотела сказать по поводу коврика ой бегу в утром просыпаюсь к своему в этому коврику во первых у меня в той комнате очень много цветов я утром встаю они меня ждут я с ними здоров здоровую с ними да я смотрю и и и вы знаете когда вот такой у меня очень большой контакт с цветами не знаю как я с ними разговариваю они мне живые вот эти вот цветы понимаете вот у меня еще пальмочка стоит они мне живые все эти цветы я с ними здороваюсь я вижу я вижу когда я вот в ту комнату захожу они старт так стараются чтобы я во первых заметила повторяются тут они так растут они стараются чтобы я их отметила я всегда захожу говорю я ложилась спать а вы так подросли вы так в общем мы хвалим друг друга и они меняя их цветы эти есть а теперь к этому коврику я прихожу говорю как мне нравится как мне нравится этот коврик я его и потрогаю я его и поглаживаю с обратной стороны и так его и так и по кому ли мы сейчас сейчас я тебе приду я знаю что ты меня нужна как-то не уходом все таки не так что вот с ковриком да это это даже если он ну когда закончится и может быть не так получится как я его первый раз не знаю но там любви столько будет ножками просто встать на него это конечно будет там столько будет любви я его с такой любовью с таким удовольствием делаю сегодня утром встала пошла ну все все сделать сначала где сделала взяла сначала чашечку кофе потом сделала зарядку и пошла туда начала делать а поставила послушать такое успокоительное вот найти море что-то шумит птицы чайки вот это все это вот это вот бесконечная вот это все я я получил и я с этим ковриком сижу вокруг эти все мои цветочки рано птички так поют птички я вот это вот что-то делаю думаю в своей квартире не выходя из дома в раю сидишь сейчас покажу вам что-то купила надо было мне нужно нужно было в подарок купить что-то в подарок купить купила две ночнушки в подарок компании ральф лоран я люблю вы знаете я люблю эту компанию у меня много вещей ральф лоран и и спортивная большая серия есть и вещи их очень люблю ну вот у них есть и ночнушки вот купила вот такая это трикотаж катоновый трикотаж прекрасный свободная а внизу вот такая оборочка вот такой расцветочкой очень приятненькая вот здесь по по горлышку тоже маленькая оборочка идет это я в подарок мне надо было хотите чтоб цены говорила цена 64 доллара 64 доллара но на него на нее было конечно же скидка по моему 25 процентов или 30 это вот это и вот такую ночнушку купила тоже ральф лоран она длинная прям совсем длинная но это тоже в подарочек мне надо было вот обыкновенная здесь видите как красивенько двухъярусная один ярус даже трехъярусная и вот внизу вот такая тоже трикотаж тон плотный тонкий но такой плотненький хороший конечно качественная вещь очень хорошая трикотаж тоже компания ральф лоран здесь на пуговичках имитированы а может быть не можно расстегивать их можно расстегнуть но вот такая вот и вниз 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 она вот такая длинненькая вот это купила а это ночнушка стоила здесь по моему нет цены нет здесь нет здесь нет цены по моему она стоила 40 долларов 45 долларов что ли на нее тоже была скидка или вообще на нее не было может быть 25 процентов было наверное скидка да это был вчера позавчера был день канада у нас и там скидки есть но еще не такие скидки как бывают и купила постельное белье вот такой набор тоже компания lacoste тоже компания lacoste вот такая расцветка это сюда идет простынь фитит щит это простынь с резинкой на матрас простынь с резинкой простынь флаг прямая простынь и две наволочки но у меня есть одна идея по это почему вот этой здесь не очень принято под одеяльник но есть под одеяльники но всегда идет такая большая простынь наборе всегда идет рассчитана если у тебя нет под одеяльника то просто одеяло кладешь на эту простынь и ты вот так вот но я люблю под одеяльник поэтому вот из этой прямой простыни что есть flat и чик флочек из этой просто не что прямая есть там у меня есть одна идея посмотрю я буду вам потом показывать что буду делать вот это вот такие покупки сделала что еще хотела с вами что еще хотела с вами написала всем огромное огромное спасибо такие комментарии получила такие комментарии почитала спасибо вам большое если вы будете делать так это упражнение просто поднимать руки вверх вы тоже будете такие же комплименты получать ничего для этого я ничего я просто поднимаю руки вверх вы тоже будете вы тоже будете и в таком состоянии и ну вот и хочу зачитать один комментарий написала ирина грибанова доброе время суток давно вас не видела я восхищение вы шьете я сейчас тоже начала заниматься шитьем все смотрю разные ролики как создать выкройку каша в голове вы сами делаете выкройки настоящий мастер а что вы заканчивали если не тяжело сделайте ролик как вы раскраиваете и шьете мне очень интересно спасибо за понимание всего доброго ирина вы знаете ирина нет я я сама краю но хочу вам сказать перед тем как вот определилась я со всеми этими выкройками что я сама теперь краю я тоже очень много смотрела это же каша в голове было и выкройки строила три часа мне заняло однажды я какое-то видео смотрела и как она там делает выкраивала мне аж 3 3 5 10 попытки три часа выстраивала очень много видео просмотрела очень много видео посмотрела вы себе не представляете сколько пока свой стиль не нашла все равно вернут вы знаете я очень много раз подходила скинуть вес у меня был вес на 20 килограмм больше чем сейчас но он был недолго я эту за два года нам два два с полной года набрала я сразу с похватилась я что только не перепробовала ничего не получал пока я сама себе не разработала точно также в плечо вот плечо левое плечо которого меня просила я что только не делка по каким докторам не ходила какие таблетки вот такие по пол пальца вот такие таблетки пила какие мази только не приклад массажа что-то пока я сама себе не нашла это упражнение вот точно также с шитьем я столько пересмотрела столько делала столько перелопатила пока я не нашла свой стиль и свою манеру вот свою манеру выкройки может быть она не технически или там профессионально или теоретически может быть она не выбивается и она может быть неправильно но она подходит она подходит и она очень useful использовать использовать ее или хорошо мне поэтому то что у вас каша в голове это абсолютно нормально просмотрите вы найдете свой стиль вы найдете свою манеру мне не столько важно посмотреть как человек делает мне важно поймать идею и вот эту идею своих именно выкройки своего стиля вот свои бои в своей манере вещей эту идея поймала в одной девочки которая себя даже не показывает она показывала только свои ручки и я думаю что это либо ну я думаю либо или филиппинка или китаянка или японка не знаю вот она даже она как-то даже себя не показывает вот даже сошьет она себя не пока так показывает ну что-то мелькнет мелькнет но в основном только ручки и она ничего не говорит что там я уловила у нее я вам скажу это вам будет тоже как идея что я там уловила я вдруг все перелопатила смотрела делала выкройки покупал вдруг я вижу она разложила ткань взяла какой-то свою футболочку старень такая футболка старенькая приложила ее пополам положила на эту ткань и показывает вот так вот так и вырезала и начала собирать вот это мне было толчком вот мне это было раз идеей я пошла у меня есть одно платье мои наверное вот из любимых моих платьев я его обожаю там есть кат вот крой есть хору там рука хорошая есть она брендовая когда то я его покупала я его с удовольствием носил вот она прям там посадка вот она то я взяла это платье сложила его пополам сделала и у меня сразу получилось мне вот это главное сделать а все остальное внизу я сама там там делать нечего я там уже могу разобраться я могу посадить отсюда вот даже и вот это вот даже это смотрите отсюда могу посадить можно в два яруса посадить можно в три яруса посадить можно широкая можно поуже тут ты уже можно карманы сделать тут ты уже там нет нет не сложно главное вот здесь чтоб тебе села так что вот что я делаю я одно платье приложила к другому платье ткани я ее сложив складываю пополам поэтому если я это выпущу и сделаю ролик как я выкраиваю я думаю это будет неправильно ну а так и у девочки так вы знаете я давно это там пять лет назад было поэтому я даже не вспомню ее сейчас ну так если по напрячься я ее найду наверное ну я уже столько знаете не обращаю внимание на свой стиль поймала и я его использую до определенного времени я его использую потом может быть поменяется и в общем пока она мне работает она мне нравится и мне вот она очень хорошо сидит я вчера покупала эти вещи когда стою в кассе рассчитываюсь а с обратной стороны другая кассир стоит и женщина подошла тоже рассчитаться и вы знаете я стою рассчитываю что-то там карточки какие-то то то в общем ей говорит мадам вы хотите заплатить она стоит и я вижу она смотрит на я не сразу уловил я вижу она смотрит на меня не сразу уловил она ей опять продавец говорит мадам вы хотите платить она смотрит и опять и мадам мадам вы хотите платить и она вы знаете как говорит я засмотрелась на ваше платье я ничего не видела я посмотрела смотрелась на ваше платье какое красивое платье а я была в другом не в этом другом платье было какое красивое у вас платье говорит я уж тоже не не услышала что ко мне обращаются а где вы его купили я говорю я его не купила я его сама сшила она мне говорит какая вы талантливая какая вы талантливая гениальная вы в этой способная что-то божественно такие мне слова и выговорит в этой индустрии работайте нет это как вы придумали как вы же как сказал а как вы фасон приду я говорю придумала сама и так далее то есть к чему я это говорю к тому что если я покажу как я делаю она может быть будет технически неправильно но в этом есть новое на провод вы знаете что поняла может быть в следующем видео что поняла что вас востребованность в наше вот вот это текущее время востребован человек который ломает под эти 100 стереотипы вот ты что там в разрез идешь в разрез идешь но и от этого какая-то гениально создает я действительно я вам говорю я уже стала стала сама верить что я талантливая и гениальная хотя я очень приземленная к очень приземленно к этому отношусь я сказала спасибо и мне тут сюда зашло сюда вышло мне понимаете но я даже сама уже начинаю верить думаю надо же что у меня такие прям ну что такие неужели то есть вот режешь когда ты вот эти стереотипы ты создаешь что-то какой-то шедевр вот понимаете поэтому я может быть и сделаю покажу как я шью как я их создаю особенно лоскутные они уникальнейшие просто невероятно уникальные они в единственном вообще в мире таких нет это только я так сделала это только вот эти боевские может быть в разрез они идут они так не шью не шьются но вот именно в этом и есть вот новая новый новый человек вот таким независимо от возраста это не зависит возраст востребованность любого возраста сейчас но что-то такое что ты вот делаешь вроде в разрез но она настолько новое влияние ну поговорим на эту тему я уже говорила запрос на какого человека вот я теперь вижу я вижу как на кого запрос идет вот сейчас что мы с вами будем наблюдать в последующее время ну ладно это такой философский так что ирина да каша в голове у меня тоже была каша в голове ищите себя ну возможно я и сделаю видео как я собираю как я это платье иногда вы знаете я вот юбочку эту сделала вам показывала она у меня за 40 минут я ее сделал я ее не я даже не знала как я тоже не знаю как я ее она у меня расширилась так же как моя диета я вот худела она таяла настолько незаметно она таяла то или то или так ну вот понимаете вот так вот иногда вот вот это платье она на потрясающе на мне она настолько простой она потрясающе сидит я его тоже сшила я не знаю вот она она расширилась и села но не все так не все так быстро идет хотя в основном в основном ну хорошо ладно пап говорю начинаем верить потому что я столько отзывов слышу о своих нарядах что я начинаю думать я действительно наверное какой-то но это не талант вот такое в разрез чему-то какой-то создается вот создается на глазах даже для меня для собой это интересно вот шедевр создается вот что-то новое создается в такой отрасли как fashion индустрия модной индустрии ну хорошо поговорим поговорим с вами так что скучать и унылым ходить обиды держать муж меня оставил или мама или дочка не позволили некая когда вы что куда как вот эти эмоции можно куда их вставишь и вставить некуда им просто места нет ну что мои хорошие бесконечно вас уважаю но вы себя должны уважать а уважать себя это до зарядку вот эту утром если делаешь зарядку такое к себе уважение каждый раз когда я делаю вот сделаю час отстают я всегда себе скажу какая ты умница за на какая ты умница горжусь тобой самой себе так что спасибо вам за лайки горжусь вами молодцы поддерживаете да спасибо большое посылаю вам счастья счастья много счастья обнимаю вас